Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это. А сегодня у нас жареные пельмешки. Здесь немножко сухарика. Все это будем заправлять пивом. Вот такое у нас пиво, которое уже было дома. Не знаю, кто купил. Наверное, мамочка. Мне просто скоро батя приезжает, и мы закупаемся и пивом, и всем остальным. Я уже столько планов построила. Папа приедет, сходим туда. Я ему покажу, не знаю, город. Пойдем отдохнем здесь, там. Столько планов у меня. Вот. Счастливая Айка. Наверное, в этот период Айка вообще не будет снимать видосы, хотя могу влоги вам снимать. Многие просили мукбанг с папой, но он не согласен, поэтому навряд ли будет. Я же не могу человека заставлять снимать со мной мукбанг, понятное дело, да? Здесь у нас пиво. Сегодня я хочу рассказать вам про мошенническую схему, про которую я узнала буквально вчера. Вернее, она с нами произошла, точнее, произошла с моим братом, но я сразу не поняла, что это мошенники. А поняла про это только вчера. В общем, года четыре назад пишет мне мой братик. Говорит, Айка, ты не знаешь, был ли у нас дядя, который жил в Америке? Переехал еще в 2000-й и жил, не общаясь с нами. Я такая вспоминаю всех наших родственников. И у нас есть родственники, которые живут в Америке, но... Он говорил про то, что именно с теми, кого я не знаю, с кем мы не общаемся, спросил у бабушки. Я спросила у бабушки, бабушка сказала, что вроде как нет. Я спросила у брата, почему он интересуется, что произошло, что хочет переехать в Америку. И он мне отправляет скрин. Как человек пишет ему на почту о том, что у вас есть родственник в Америке, который скончался. И вам нужно вступить в права наследствия. Ну, то есть наследство получить. И брат мне такой говорит, что за фигня. Пишет, мол, адвокат. И вы знаете, мейл написан настолько грамотно. Вынесу герб, печать, документы этого человека. Все просто было сделано ювелирно. Я брату говорю, даже если это так, это какая-то ошибка, потому что у нас нету таких родственников. Мой брат пишет, что у нас нету таких родственников, это какая-то ошибка. И он, значит, пишет, очень жаль, тут сумма такая, 10 миллионов долларов. Меня брат офигел, я тоже, мы так начали шутить с братом, вот кому-то повезет. Человек не знает, раз проснется и миллионером. 10 миллионов долларов, это огромные просто деньги для всех. Мне брат такой говорит, вот повезет человеку, раз проснулся и миллионер. Брат написал, что замечательно. Я вас понял, но, к сожалению, я не являюсь родственником. Вы ошиблись, наверное, написав мне. Там написали, окей, прошло два дня. Этот же человек пишет еще раз. Вы знаете, я адвокат, живу в Штатах. Я никак не могу найти родственников этого человека. Дело в том, что если мы не найдем родственников, то это имущество отойдет государству. Мой брат пишет, понятно, с чем я могу вам помочь. Этот человек пишет. Чем эти все деньги просто достанутся государству? Давайте сделаем так. Вы притворитесь, что вы родственник этого человека, потому что мы не можем найти. А потом деньги мы поделим. Брат сразу первое, что делает, советуется со мной. Пишет мне, вот такая вот ситуация, что делать. Я ему говорю, нафига это надо, лишние проблемы. Потом брат говорит, блин, такая сумма. Мы же никого не убиваем, ни у кого ничего не отнимаем. Чисто совпадение. Чем это отойдет государству, это достанется нам. Ну, вообще, я такой человек, я не люблю вписываться в ситуации, которые могут завтра как-то некрасиво обернуться. Я буду работать, я буду жрать на камеру, снимать эти бумажные сюрпризы. Буду зарабатывать немного, но это будут чисто мои деньги. Вот, я очень законопослушный человек, вот, по жизни. Это меня даже иногда не доходит в метро, например. Сотрудник полиции просит надеть маску. И человек начинает огрызаться, особенно, например, парня. Это тоже работа человека. В общем, не суть. Я очень законопослушный человек, так на минуточку. Не люблю эти все проблемы. Ну, мой брат говорит, давай попробуем. Я говорю, решать тебе. Он по приколу написал, окей. Давайте переоформляйте на меня, мне, наверное, нужно будет приехать. И адвокат такой говорит, нет, вам не стоит приезжать сюда. Не стоит светиться. Просто нужно оформить некие документы. И тут этот адвокат говорит, что нужно будет прислать деньги на оформление. И мой брат такой, сколько? 300 тысяч рублей. Мой брат говорит, у меня нет таких денег. Как только адвокат потребовал деньги, так сразу у моего брата начались сомнения. Он это аргументировал тем, что мои услуги тоже не бесплатные. И здесь все вокруг стоит денег. То есть деньги большие для вас, например, в России. Здесь это гроши, понятное дело. И, в общем, начал лапшу на уши вешать. Мой брат, слава богу, это понял. И сразу сказал, вы знаете, я не хочу. Если мне еще такие деньги нужно будет отправлять. Я не хочу. Буквально вчера я смотрела передачу «Очная ставка». И там рассказывалась история женщины, которой написали, что она, типа, получает наследство какого-то родственника. И она сказала, что действительно, да, у меня есть этот родственник. чтобы получить деньги. Ей сказали, что на переоформление нужны деньги. И, причем, ей сказали ту же сумму, которую сказали нам. То есть мы не повелись. Она повелась, взяла кредиты 2 миллиона рублей. Отправила им на переоформление. Теперь всем банкам вокруг она должна. Всем родственникам, знакомым. А при чем здесь банки? У банков ты взял деньги. Теперь обязан отдавать. Вот когда я смотрела это видео, я сразу вспомнила ситуацию, на которую мы не повелись года 4 назад. Вот реально мошенники что только не придумают. Я вот, ребят, вам рассказываю эту историю, чтобы вы хотя бы не ввелись на эти уловки, на эту чушь. Когда человек умирает, поверьте мне, найдутся родственники, не знаю, знакомые, которые унаследуют это все. И так, чтобы вдруг на нас навалилось наследство. Такого не бывает. Не стоит даже мечтать об этом. Ну вот вчера, посмотрев эту передачу, очная ставка. Вот. Очная ставка суррогатная мать называется. Кому интересно, посмотрите. Я посмотрела, я вспомнила нашу ситуацию. Один в один. Тоже у нас герб стоял такой, печать. Вроде думаешь, документы серьезные. Свой паспорт, ксерокопию. То есть, вроде бы не прикопаться. Просто у нас изначально не было умысла обмануть. Мы знали, что такого родственника у нас нету. Мы честно признались. и было удивительно, что адвокат пытается оформить и поделить эти деньги между собой и нами. И плюс за все оформление должны платить мы. тогда мы еще в сомнениях были, что за оформление деньги не дали. А может быть, все получилось. А может быть, это были бы не мошенники. пиво и сухарики вообще классно. короче, мы тогда не повелись и вам не советую, не верьте. столько этих мошенников развелось. Просто ужас. У нас в Азербайджане не было такого, что из банка звонили, например, говорили, скажите ваш пин-код и так далее. Ну, сейчас смотришь, иногда звонит российский какой-то номер. и говорит о том, что он из вашего банка. Как российский номер может быть из вашего банка. Вкуснотища. Кстати, рецепт на пельмени будет в инфобоксе. Также рецепт на жареной пельмени тоже обязательно оставлю. Вообще, замечала всегда, мне не проходят грешные деньги. не важно какие. На улице я их нашла или еще что-то. Вот такая вот история с мошенниками. Я вам рассказала это, чтобы вы не натыкались на те ошибки, на которые натыкаюсь я. Будьте осторожны и не верьте. Даже если там стоит герб, печать, паспортные данные, все ерунда. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки. А с вами была Айка. Пока.